Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Мы сегодня с вами будем говорить, как коронавирус влияет на выбор дальнейших профессий. Мы с вами поговорим про то, какие индустрии больше, ну не то, что не будут существовать, которые будут существовать в очень уменьшенном размере. И будем говорить про то, в каких индустриях реально сейчас будущее. Поэтому, если вам интересно, если вы сейчас определяетесь с профессией или с тем, куда идти, то это видео для вас. Слушайте внимательно, запоминайте и думайте, в какую сторону вам двигаться. Начнем с индустрии кинотеатров. Во время коронавируса случилось беспрецедентное. Значит, Тролли 2. Все видели, да, фильм? Ну, многие, кто видел. Вообще, мы знаем, что сначала, когда фильмы появляются, они идут только в кинотеатрах. И у кинотеатров обычно 90 дней эксклюзивного права показа этих фильмов. Потому что иначе, если они будут везде, то зачем людям ходить в кинотеатры? Да, понятно, большой экран, удобные кресла, но людям еще интересно пойти, потому что они что-то увидят впервые. Так вот, Тролли 2. Это был первый фильм, который студия Universal презентовала сразу онлайн. За 20 долларов можно было посмотреть его одним из первых. Да, и никакой кинотеатр его не получил, потому что что? Потому что кинотеатры были закрыты. Более того, Дисней последовал со своим новым фильмом, премьеру Universal, и тоже сделал онлайн-премьеру. Чтобы вы понимали, раньше такое вообще не прокатывало. Раньше, если создатель фильма хотел первые 90 дней показывать фильм не только в кинотеатре, но и где-то все онлайн, кинотеатры сразу говорили, прекрасно, если вы будете это делать, мы сразу перестаем вас транслировать, и вообще не будем покупать у вас больше лицензий, да? То есть это был бы скандал. Сейчас, в данной ситуации, когда кинотеатры не работают, все, фильмы ушли в онлайн. Поэтому вопрос, насколько кинотеатры будут дальше развиваться, потому что тренд уже начался. Все, уже теперь продакшн-компании будут запускать свои премьеры в онлайне, потому что им это проще, они получают всю выручку, и, ну, понятно, что мы сейчас все сидим в онлайне, поэтому очень большой вопрос. Вторая индустрия, которая оказалась под вопросом, это наши торговые центры. Сейчас, внимание, Мэйсис, очень-очень известный торговый центр США. Сначала новости начали дорастать с того, что они в Сан-Франциско, у них был офис, не то, что магазин, у них магазин тоже есть, но у них еще был офис, где люди сидели работали, 700 человек, они в офис закрыли, всех уволили. Это был первый звоночек. Второй звоночек, у них упали акции, причем так упали, что их исключили из индекса S&P 500. S&P 500 это такой индекс, который включает акции крупнейших компаний США, и, ну, чтобы быть в нем, нужно быть определенной величины. Так вот, Мэйсис из этого списка выбыло, и его заменили компанией, которая производит кондиционеры, потому что настолько упали их акции. Компания потерялась с января 60% своей стоимости и оценивается меньше, чем 2 миллиарда долларов. И это мы сейчас говорим об огромном Мэйсис, там много-много брендов продается. Зара закрывает сотни магазинов по всему миру. Какие-то магазины, которые единичные, я думаю, что очень многие вообще не откроются после этого локдауна. Поэтому очень большой вопрос в оффлайн-торговле. Сейчас начинается такое поведение, что люди, которые, ну, вот пожилые, например, никогда раньше не покупали в интернете, они сейчас еще больше боятся выходить на улицу, да, и начинают осваивать этот онлайн. Поэтому здесь происходит полная смена поведения. Офисы. Ну, тут вообще интересно. Значит, Lingua 3 всегда был удален. Я вообще никогда не понимала, зачем выходить в офис. Точнее, нет, я понимала, когда я встречалась лично с клиентами. Потом, когда все стало онлайн, я стала понимать, что когда я хожу в офис, я менее продуктивна, потому что я болтаю с людьми, хожу на кофе. Ой, сегодня туда, начну сюда. И как бы рабочего времени получается там 4 часа, плюс я еще что-то трачу на дорогу. А сейчас у меня получается, что время, которое я бы тратила на дорогу там или на какие-то там посиделки и так далее, я трачу, например, на семью, на какие-то полезные дела. То есть для меня это явно эффективность была с самого начала. Есть люди, которые, естественно, говорят, мне комфортнее в офисе, мне важно разделять пространство. Да, но многие люди, которые так думали, которые сейчас поработали из дома, они понимают, что они не хотят обратно в офис. И я вам честно скажу, большинство людей, в котором я говорила, они говорят, я не хочу обратно. Да, есть Лёля, которая там живет в студии, она говорит, я не могу, мне нужно постоянно вырываться, мне нужно видеть людей, я так не люблю. Да, она живет одна, ей вот хочется видеть людей постоянно. Но многие ребята, например, Twitter, CEO сказал, что все, ребят, если хотите работать удаленно, пожалуйста, работайте удаленно, хоть до конца работы в компании. Facebook тоже так сказал, но сказал, мы вам зарплатку пересчитаем, в зависимости от той локации, где вы будете. Но, в общем-то, тренд пошел на то, что многие компании сейчас будут разрешать все больше работать из дома. У нас в Кремниевой долине у многих компаний была уже политика, что 4 дня ты работаешь из офиса, 5-й можешь работать из дома. Сейчас можно работать из дома до конца года. И Twitter, например, тот же сказал, что мы уже вряд ли вернемся к тому, что было раньше. И, например, там Google и так далее, может быть, будут разрешать 2 дня работать в офисе, а остальное время из дома. В связи с этим, во-первых, естественно, очень дешевеет коммерческая недвижимость. Она дешевеет и за счет того, что магазин закрывается, и теперь за счет офисов. Работодатели, у которых раньше все было офлайн, сейчас понимают, что, опа, эффективность компании-то выросла, потому что мы им дома поставили четкие цели, и они больше успевают сделать свое время. Но это некоторые компании, да, которые, опять же, я общаюсь с фаундерами и это слышу. Поэтому я думаю, что очень многие компании сейчас поймут, что намного эффективнее не инвестировать в офис, а давать людям работать из дома, давать им вот такую свободу. И как последствия этого сейчас в Сан-Франциско-Кремниевой долине цены на аренду упали там на 15%, да, потому что люди просто, окей, я могу работать из дома, почему мне не работать с озера Тахо? Или из национального парка Йосемити? Поэтому вот такие вот перетурбации происходят. Тревел, что точно больше всего будет затронуто, это круизные лайнеры, да, после всех этих историй, когда люди там 30 дней сидели на круизном лайнере, их не выпускали. Но я, например, хотела на круизный лайнер, я сейчас не хочу. Понятно, что очень многие люди бесцельно, скорее всего, сейчас в ближайшее время не будут путешествовать. Понятно, что многие отели там банкротятся и так далее, турфирмы, туркомпании. Авиакомпании сейчас активно поддержат государство, поэтому это то, что, как бы, скорее всего, будет более-менее на плаву, потому что это, ну, отрасль, которая нужна всем, без нее никак. Но, в общем-то, естественно, тревел замедлится, и мы видим это в Lingva Trip, да, что путешествия очень сильно упали. Но мы видим уже восстановление, но тут немножко другой сегмент тревела. Это когда ты едешь учиться, едешь повышать квалификацию, да, получать опыт. Это немножко другое, это нестандартный наш тревел, который был очень сильно затронут. И последняя отрасль, у которой очень сомнительное будущее, это производство. Три крупнейших автопроизводителя в Детройте остановили свои операции полностью, потому что им запретили. Им сказали, коронавирус, вы не можете людей держать на фабриках, соответственно, производство остановилось. Единственный, кто забил, наверное, все это Илон Маск, который сказал, ну, прекрасно, мы все равно запускаемся. И он хотел запустить продакшн, ну, у них здесь в Кремниевой долине тоже есть завод. Он такой, все, я запускаю, а если мне что-то будете говорить, я перенесу полностью офис Техас. А Техас полностью открылся уже давно. Вот, поэтому он единственный, кто пошел против системы, продолжил производить. Хотя сейчас много опять же ругаются, что ой-ой-ой, вот он подвергает риску своих сотрудников. Поэтому понятно, что эта индустрия также будет затронута. Давайте теперь поменяем лад нашего видео и перейдем на позитив. А куда нам смотреть, к профессии, в какой сфере нам нужно изучать, чтобы быть востребованным в ближайшие, там, пару-тройку-четыре года. Очень важный дисклеймер, ребят. Я тут говорю на основании здравого смысла. Понятно, что в жизни производят события, которые вне здравого смысла. Типа коронавирус никто не мог предсказать, там, даже в прошлом ноябре. Вот, поэтому, если вот по инерциям мы будем продолжать двигаться, то, скорее всего, это будет так. Но, опять же, может что-то произойти, чтобы быть абсолютно не так. Поэтому главное ваше качество, которое вы должны развивать, это качество называется flexibility по-английски. То есть вы должны быстренько меняться за трендом. То есть быстро переучиваться, быстро осваивать новые навыки, чтобы постоянно быть востребованным. Погнали, что же будет востребовано? Онлайн. Ну, естественно. Ну, куда же без онлайна? Понятно, что и продукты теперь бабушки даже стали покупать в онлайне. А школа, все школьное образование происходит онлайн. И начинается абсолютно новое поколение преподавателей, да, потому что люди задаются вопросом, а почему я должен платить за онлайн обучение в Беркли на маркетинге 160 тысяч евро в год? Если я могу по маркетингу послушать курс от человека практика, который стоит в тысячу раз дешевле, ну, окей, в 150 раз дешевле. Понятно, почему я так не сделала там с медициной, потому что мне нужна практика. Но вот с профессиями типа маркетинг, экономика, да, какие-то вещи, которые онлайн можно освоить, гейминг, AR, VR, можно брать курсы от преподавателей, которые подходят к новому подходу. Может быть, они не такие фундаментальные, но они больше про практику, да, поэтому эти индустрии, естественно, смещаются. И, ребят, все, что касается онлайна и обучения онлайна, создания личного бренда, это то, что сейчас бумит, растет. И как никогда актуальна фраза, что если тебя нет в онлайне, тебя нет нигде, потому что тебя нет в оффлайне, ты не видишься с людьми. Ну, где-то ты уже видишься, но часть стран еще закрыты, да, и люди не так активно встречаются в оффлайне. Поэтому сейчас самое то развивать личный бренд. И если вы еще не начали, ссылка на мой YouTube курс внизу, как начать канал за 14 дней, как вырасти до 100 тысяч подписчиков. Все подробно расписано, это два курса для начинающих, то есть у кого совсем нет канала. И кто попробовал пару видео, но хочет быстрее расти, эти курсы для вас. Ссылка внизу будет в описании. Вторая индустрия AR, Augmented Reality, по-русски дополненная реальность. Сейчас мы одежду должны покупать из дома. Как примерить? AR, вы делаете фотку, да, она на вас накладывает одежду. У нас даже в 500 стартап еще в 2015 году была компания Glamst, которая, ну, то, что сейчас везде. Смотришь, и она накладывает на тебя макияж. И они, по-моему, с Clorans сотрудничали с небольшими брендами, и их в итоге купили. Одна из, кстати, успешных компаний из нашего бетча. То есть вот эта вот дополненная реальность, это то, что сейчас будет бумить во всех индустриях. Одежда, мейкап, игры и так далее. Когда будете смотреть на работу, третье, на что обратите внимание, это если это большая компания. Естественно, там Netflix, Amazon, Google, Facebook. У них столько денег, что они, во-первых, переживут все, что сейчас происходит. Во-вторых, у них есть деньги и постоянно идут исследования в новых сферах, да, то есть они выстрелят. Вы бы знали, как Google расстроился, что у них не было Zoom звонков, да, что у них, точнее, что у них были видеозвонки, но стали почему-то использовать Zoom. Теперь я в приложении захожу, мне голову все время, у нас есть видеозвонки, используйте наши видеозвонки. Понятно, что у них есть много сервисов, которые, если что, они начнут более активно продвигать. Поэтому, если вы хотите работать вот в такой стабильной компании, смотрите, кто им нужен. Ну вот, обращайте внимание на тех, чьи акции все равно взмывали, да, в эту пандемию. Еще раз, Amazon, Netflix, Zoom, Microsoft. Смотрите в эту сторону. И последнее, что сейчас в буме. Помните, сколько новостей было про отрицательную стоимость нефти? Там не все так просто. Там отрицательная была стоимость на фьючерсы нефти, то есть на покупку нефти в будущем. Но суть в том, что, естественно, намного меньше используется нефтяной энергии сейчас, а используется в основном солнечная энергия. Если сравнить с 2008 годом, то в три раза больше энергии вырабатывается с помощью вот этих солнечных батарей. И в прошлом году 75% всего, что производилось для того, чтобы делать энергию, было именно вот в новых источниках энергии. То есть это solar energy, да, солнечная энергия, и wind, да, от ветра энергия. Более того, у нас сейчас электрические машины, да, мы все меньше используем нефть, поэтому, кстати, можно было упомянуть еще нефть в первом разделе нашего видео. Но все, что касается солнечной энергии, вот этих альтернативных источников энергии, это будет бумить. Ребят, под прошлым видео, когда я делала что-то похожее, мне говорили, а чей там мы тебя служить должны, а кто ты такая, что ты все рассказываешь. Так вот, я собрала эту информацию из нескольких источников. В основном это Forbes, это их исследование. Я все ссылки оставлю внизу, чтобы вы могли прочитать первоисточник. Я, естественно, добавляю какие-то комментарии от себя, но понятно, да, потому что я во всем этом живу, все это вижу, все это на себе прочувствовала. В этом году уже очень насыщенный год получился. Ребят, очень хочется услышать ваше мнение, что вы думаете, что еще будет в тренде, и что сейчас просто пойдет на дно из-за того, что происходит в мире. Если вы еще не подписаны на этот канал, пожалуйста, подпишитесь, красная кнопка внизу. И если вы не лайкнули вдруг это видео, то надо срочно исправить, потому что если вы лайкните, алгоритм порекомендует другим людям, которые тоже смогут определиться со своей профессией и хотя бы понять вектор. Поэтому вы делайте благое дело, лайкайте это видео. Спасибо большое, что смотрели до самого конца. Видимся с вами совсем скоро. Пока-пока.